Всем привет, это канал Про Цветок, и с вами Дмитрий. Сегодня я расскажу о вершинной гнили томатов и перца, о том, как не допустить эту опасную болезнь в свой парник. Вершинная гниль – это физиологическое заболевание, которое причиняет огромный вред урожаю. Распознать заболевание можно по характерным пятнам на плодах. Вначале внизу плода появляется оливковое пятно, а затем оно становится темно-коричневым либо черным. Такие плоды, как правило, созревают раньше времени и осыпаются. В пищу они уже непригодны, потому что имеют посредственный вкус. Причины возникновения вершинной гнили следующие. Во-первых, это высокая температура. Дело в том, когда на улице стоит жара, томаты быстро испаряют влагу через листья. И когда мы не замечаем, что томаты нужно поливать, либо не имеем возможности приехать на дачу, то томаты начинают потреблять эту влагу из плодов. И на плодах проявляется вершинная гниль. Поэтому, чтобы не допустить вершинной гнили на томатов, следите за поливами. Не давайте почве пересыхать. Проводите умеренный и сбалансированный полив. Поливайте томаты не слишком часто, но обильно. Два раза в неделю полить томаты – это достаточно. Но нужно поливать не по пол-литра под кустик, а выливать по 2-3 литра. Тогда томаты будут наращивать глубокую корневую систему и поднимать необходимую влагу из глубины почвы. Вторая причина – это недостаток кальция в почве. Проявляется он вначале на молодых листочках. Они подкручиваются, искривляются, часто имеют недоразвитую форму. На этих листьях также могут появляться небольшие опалины и белые пятна. И это говорит о том, что томатам не хватает кальция. Вот именно эти первичные признаки затем и влияют на развитие вершинной гнили. Ведь если искривляются вот эти молодые листочки, появляются пятна и опалины, то вершинная гниль затем проявится и на плодах, и урожай будет очень плохой. Для профилактики вершинной гнили нужно обязательно вносить в почву удобрения с высоким содержанием кальция. Особенно это касается кислых почв. Поэтому осенью так важна процедура известкования почвы. Нужно вносить доломитовую муку. Она хорошо насыщает почву кальцием. Но что делать, если вершинная гниль томатов уже появилась и не были приняты какие-то упреждающие меры? В этом случае нужно подкормить томаты удобрениями с кальцием. Для подкормки томатов можно применять различные удобрения с высоким содержанием кальция. И очень часто для этих подкормок используют кальциевую селитру. Но это удобрение не всегда можно применять для томатов. Например, если у вас томаты жировали, то, конечно же, такую селитру применять нельзя. Потому что в кальциевой селитре есть не только кальций, но и большое содержание азота, что может усугубить ситуацию с жированием томатов. Но если у вас томаты здоровые, нет никакого жирования, то вполне реально применять кальциевую селитру. Понадобится 1 столовая ложка удобрения на 10 литров воды. И под каждый кустик мы выливаем примерно по 500-700 мл удобрения. Но не забывайте, что перед подкормкой любым раствором удобрений почву нужно предварительно увлажнить, пролить. Поэтому перед подкормочкой возьмите чистую воду и пролейте томаты, чтобы корневая система не пострадала от подкормки удобрения. Проблемы с усвоением кальция возникают и тогда, когда вы проводите слишком много подкормок удобрением с калием. Например, используете для подкормки монофосфат калия, либо сульфат калия, то иногда калий блокирует усвоение кальция и возникает вершинная гниль. Чтобы устранить вот этот дисбаланс и все элементы усваивались одновременно, не было никакой конкуренции, можно проливать томаты специальным раствором с лимонной кислотой. На 10-литровое ведро нам понадобится пол чайной ложки лимонной кислоты. И лимонная кислота действует как калатирующее вещество, помогает всем элементам питания, микроэлементам усваиваться в полной мере. И поэтому томаты будут развиваться полноценно, не будут ощущать недостатка питания. В прошлом году я еще рассказывал о подкормке томатов настоем с золой. Когда мы берем уксус, золу, воду, все это смешиваем и проливаем томаты под корень. Это очень хороший способ. Если кому-то интересно, можете посмотреть ролик. Но есть еще один способ. Можно приготовить ацетат кальция. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка мела и пол-литра уксуса. Засыпаем мел в банку, заливаем уксусом и настаиваем сутки. Затем берем 250 мл этого раствора стакан на 10 л воды и подкармливаем томаты. Этот способ очень хорош тем, что уксус, опять же, помогает усвоению кальция. И вот этот мел служит источником кальция. Ну, например, у вас нет под рукой строительного мела обычного, который в магазине продается. Но есть, думаю, мелки простые. Возьмите эти мелки, раскрошите, чтобы получилась столовая ложка и засыпьте их в банку с уксусом. Эффект будет тот же самый. Обязательно смотрите свои томаты и перцы, ведь на перцах также проявляется вершинная гниль. Также появляются такие характерные пятна. На наличии вот этой вершинной гнили признаки недостатка кальция. И обязательно исправьте ситуацию, если у вас есть проблема. А также проводите дополнительные профилактические подкормки удобрениями с кальцием, чтобы вершинная гниль у вас не появилась. И тогда урожай, конечно, у вас будет хорошим. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok